Только можете погромче, вас вообще не слышно практически. Погромче можно? Вы микрофон свой отключите, вам будет лучше слышно. Метрофонова, отключите микрофон. Господин Судья, страница Кахар Макисы действительно нами была просмотрена. Данная страница является закрытой. Кому она принадлежит, на кого она зарегистрирована, неизвестно. Но, я как ранее говорил, публикации как и до 8 ноября, так и после 8 ноября имеются и гражданина Милдерсану Лайдоса, так и других оппозиционных лиц. То есть, получается, данная страница, как я понял, является оппозиционной, и она получает информацию от первых лиц, чтобы публиковать и дальше распространять информацию. Господин Судья, вот Дуэт Василь плохо ловила, вы меня слышали? Нет, я не знаю. Но, 12 августа, я чуть назад пойду, 23-го года господин Милдерсану Лайдос обращался с заявлением в отношении неизвестных лиц, которые на тик-ток странице выложили информацию, который сам пояснил, что носят ложную фараду. Материал действительно зарегистрировали и передали для установления лиц дальше соответствующей службе. Однако, учитывая, что тик-ток зарегистрирован в республике Сингапур, данных лиц мы установить не смогли. Поэтому, интересный момент, в отношении Эханамат он обращается с сложным обращением, а в отношении Кахарматицы он не обращается. Можно минутку? Господин подполковник, мое обращение было о персональных данных моей всей семьи. Персональные данные всей семьи, это несовершеннолетние дети, даже 4-летнего ребенка персональные данные начали публиковать. А ваш Кахарман, это буквально я сегодня только вижу в общей чате. И вот тот раз, когда РУД был, вы мне Кахарман КИЗ показываете. Никакого отношения не имею к Кахарману КИЗ. И свое согласие, разрешение также не давал. Господин судья, после посещения Управления полиции, когда господин Миклиханов вышел с Управления полиции, буквально в течение 30 минут, на странице Кахарман КИЗ вышла снова информация, что на него якобы возбуждено уголовное дело. То есть это, значит, о чем-то говорит. Потом, вот тик-ток, поехал на мат. Там вопросы не были. Прям семейного характера. Зону боевых действий. Сам Айдос-Миндесант занимался в отношении людей. Какие лица и методы превращают трагедии в политическое представление о смерти и коммерцию? Какие-то, в чате, значит, вот ваши публикации, тик-ток, эхо на мат. И этот вопрос снимаем. И ваши пояснения в этой части. Походку они не относятся к рассматриваемому делу. Уважаемый суд адвокат Норбез Дворожития, уточняющий вопрос инспектору задать. Благодарю. Уважаемые инспекторы и участковые. Скажите, пожалуйста, вы установили ли, что мой подзаконный предоставил персональные данные пользователю интернет-платформы? Ибо под пункт 14, это пункт статьи 1, закон о онлайн-платформах, как раз гласит, пользователь онлайн-платформы это физическое или юридическое лицо, которое предоставил свои персональные данные. Поэтому, повторяю вопрос, вы установили ли, что мой подзаконный предоставил персональные данные, как Роман Кизель? Господин судья, отвечая на данный вопрос, доступа у нас к сообщениям в мысль интерву ватсап господина Медисандлова у нас не имеется. Поэтому, каким образом поступила информация по фармафизе, мы не установили. Но, учитывая то, что после каждого посещения, то есть, что с РОВД вышло, что и ранее, даже после вот 16 ноября, когда был суд в уголовном процессе, автоматически каким-то образом материалы публиковались на фармафизе. Возможно, возможно, тот же самый Мельдыхан Айдос и создал эту страницу не под своим ником. Поэтому здесь не установили, так как страница закрытая и она никому не принадлежит. Вы уверены, что она никому не принадлежит? А я знаю, она кому принадлежит. Что-то я не верю в это именно вашему утверждению. Возможно, за возможно нельзя привлекать ни к уголовной, ни к административной ответственности. Так. Блокал. Все свои выступления и реплик вы будете...